На половину полицейский, на половину психолог. Ежедневно решать чужие проблемы – это его работа. Старший лейтенант Сергей Смирнов трудится участковым уже 6 лет. 17 ноября он и его коллеги отмечают свой профессиональный праздник. Рабочий день расписан буквально по минутам. Нужно успеть решить дела на участке, принять всех желающих в опорном пункте. Сюда нередко приходят одинокие пенсионеры. Как сейчас, например, Вера Ивановна. Пришла не с проблемами, а просто поговорить. Придешь, поговоришь. Просто некоторые бабушки, они одинокие, им не с кем поговорить даже. И вот они вызывают участкового. С участковым пообщается, и все, у них становится нормально. Участок Сергея Смирнова, местечко Болино. Нужно обойти под учетных, проверить так называемую группу риска. Пенсионерку Ирину Дмитриевну, например, навещает не только участковый, но и соцработник. У женщины болят ноги, не выходят из дома. Раньше злоупотреблял спиртным. Исправляется. Теперь участковому не приходится спасать пожилую женщину из лап зеленого змея. На повестке дня лишь бытовые вопросы. Подвал-то открыт. На сих дверь-то открыта. Там дверь-то. Все бомбы, все, кому не лень ходят. Белье нельзя повесить. Все хорошо. Пропадает. Поставим на контроль ваш подвал. Вот и за этой дверью жизнь налаживается. И хозяйка квартиры, и ее мужчина закодировались. Как дела у вас? У меня все замечательно. Все, закодировались, не пьете? Нет. Все хорошо, значит, да? Точно? Точно. Вадим не обижает вас? Нет. Все очень замечательно. Работаете сейчас где? Да. А где работаете? На свинопредприятии. Примеров, когда люди побеждают в пагубные привычки, много, рассказывает Сергей. Набираются сил, берут себя в руки. Такие истории участковому, как бальзам на душу. Есть у меня пример, что там человек очень злупотреблял спиртным, потом все-таки осознал, что это неправильно, потому что у него все беды были спиртного. В полицию он неоднократно из-за этого попадал, преступления совершал на почве этого. После последних отсидок, как говорится, выхода из мест лишения свободы, он взялся за ум и сейчас нормально живет, создал семью. К другим подопечным нужно еще добраться. Они поселились в заброшенном садовом домике. Здесь живут две женщины и мужчина. Что это, любовный треугольник или дружба на алкогольной почве, остается только гадать. Хозяина отсутствует, говорят, на работе. Как здоровье? Нормально. Нормально, не пьете? Нет, только вот ноги еще болят. Ноги болят. Ну это от спирта, но у нас болят-то. Нет? Кошелы. На нервной почве. Готовят на костре. В доме нет ни отопления, ни электричества. Бросить эту троицу на произвол судьбы участковый не может. Заходит часто, предлагает помощь. Интересная работа. Но я еще говорю, не каждый сможет работать в Чисковом. Потому что, во-первых, это постоянно ты на работе находишься. Постоянно там решаешь какие-то чужие проблемы. Не каждый сможет вот это постоянно все держать. Вот эти проблемы. Думать, как их разрешить. Хороший Чисков должен заботиться обо всех своих жителях в своем административном участке. Сергей называет себя домашним психологом. Выслушать, успокоить, дать совет, помирить, погасить гнев. Что только не приходится сделать для решения чужих конфликтов. Своего участковый привык добиваться словом. Оружие и наручники применяет крайне редко. Конфликты между женами, мужьями, тещами, зятями разбираем мы. В основном главная задача наша – это профилактика. Главное – спрофилактирование. Чтобы не совершили более тяжкое преступление какое-нибудь. Граждане, проживающие на участке административно. Если вы не знаете своего участкового, это совсем не значит, что не знает и он вас. Быть в курсе происходящего – обязанность этих полицейских. Старший лейтенант Сергей Смирнов, например, в буквальном смысле знает каждую собаку. За кадром он сходу называл нам клички четвероногих обитателей Блино. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иванова.